У нас вторая карта гранд-финала американского дивизиона Старладера, играют Ега и Тим Ликвид. Ну и смотрим сразу за банами, и я набираю Год Хант. Алло. Алло. Да, ну что ж, с вами по-прежнему Год Хант и Факер. Теперь мы второй матч, вторую карту последнего матча дивизиона Америки Старладера комментируем. Ну и давайте смотреть за пиками банами. Команда Ликвид забанила Нагу, Дарксира и Батму уже второй раз банят они Дарксира. Мы и Блджиниусы забанили Инвокера, Кентавра и Шторм Спирита, да. Ну и смотри, совсем идентичные пики Тренд Протектор и Эмбер Спирита от Эвл Джиниусы. Понравилось им, видимо. Да, идут по накатанной, так сказать, дорожечке и решили ничего не менять. Просто вот, ну а почему, ребят, мы выиграли с этим пиком, давайте дальше выиграем с этим пиком. Да, ну вот, Тим Ликвид, конечно, изменили свою привычную стратегию уже на что-то другое. Ликантроп для ТСи и, скорее всего, Бэтрайдер для Бульбы. Ну, интересно посмотреть будет. За этим, кстати, Койква, походу, окончательно переместился на роль мидера. То они с Бульбой свапались периодически. Ну, а то последние игры Бульба всегда стабильно стоит на оффлейне. Я не знаю, как на Трим Лиге было, но вот те матчи, которые я смотрю, именно так и происходят. Минус Тим Берсоу. Да, Преспект Бан такой от Тим Ликвид у нас получается. Ну, и пытаются вот еще Патмар тоже, такой АОЕ, пытаются забанить героев, которые неплохо кастуют под ультой Тронта. И под Эмбер Спиритом тоже. Вот, интересно, реализуют ли Evil Genius'ы с Магнусой, или они оставят его на сладенькое, на углам финала Старладер, если, конечно же, они на них окажутся. Ну да, тут еще пока непонятно, вполне вероятен кампбэк от команды Тим Ликвид. И такие уж они и слабые, и эту катку они начинали предыдущую очень уверенно. В какой-то момент даже казалось, что вот-вот и ЕГ уже поплывут. Ну да, но вот все-таки смогли подсобраться, и ЕГ, несмотря на огромный перефарм со стороны Койквы, просто ему в какой-то момент перестали появляться у него пустые слоты, и покупать было особо нечего, ну и ничего так не смог он сделать. Ну и ТС на Йорнера, в принципе, Йорнера в Литии по дефолту не самый сильный керри, но и ТС отыграл тоже так себе на этом герое. Да, еще этот Мидос на 20-й минуте, блин, который, от которого мы удивлялись, который нам не нравился странное решение от ТС, вроде столько времени уже играет на керри, а такие необдуманные поступки делают. Ну и пак третьим пиком для Evil Genius'а, хороший масс-рассказ, Смалглик, ой, какой Смалглик, уже Смалглик вылетел из этого турнира, блин, Юниверс будет играть, наверное, на паке, я не думаю, что Артизия отдаст Эмберспирита кому-то другому, или это может быть Артизия на Эмберспирите в легкой? Да, это тоже вариант неплохой, потому что вот в предыдущей игре Артизия в мидле достаточно сильно напихунили на Эмберспирите. Да, и в легкой ему, в принципе, может формиться легче против Бэтрайдера, хотя не факт, далеко не факт, Сэнд Кинг от Ликвидов, вот этот персонаж очень активно юзается в китайской доте, но вот европейскую и американскую он пока перешел, но не полностью. Ну, вообще, саппорт очень неплохой, за счет того, что с последним патчем убрали монокост у Даггера, для таких героев, как Сэнд Кинг, это просто отличные новости. Ну, и еще он немного самостоятельный, может спокойнее ходить в лес и через пески себе там выфармливать Даггер и так далее. Да, да, и вот как раз благодаря тому, что не нужно покупать теперь МП-боты, по крайней мере, первым айтомом можно купить себе Даггер, это все дело фармится достаточно быстро, на 10, на 11, там, на 12 минуте он может выйти просто из леса, этот Сэнд Кинг с Даггером, и удивить всю команду противника. Так, главное, чтобы он качал ультимейт, и не расстреливал Каспера. А что, есть какой-то, который не качает ульту? Ну, Каспер в Китае Сэнд Кинг на 9 уровне прокачал ульту, и тут же раскастовал ее в землю. А что за команда, какая-нибудь аренда, или что-то типа того? Может быть, что-то из этого, я не кастил это, он мне рассказывал из первых уст. Я понял. Рубик четвертым пиком заезжает в Evil Geniuses. Неплохой персонаж, но вот сейчас я смотрю... Да, дизейбла достаточно у Evil Geniuses, есть Транп Протектор, есть Пак, есть Рубик, есть Эмбер Спирит, но вот точечных, или, ну, не точечных, конкретно, станов у команды, вот только ультопак и все. Под остальными сплами, ну, да, под лифтом еще Рубика, не могут кастовать, но вот под Эмбер Спиритом и Транп Протектором спокойно. Там Сэнд Кинг может стан копать. Бэйн появляется, вот это интересно. Ну, да, это неплохой пик, но вот как раз против такого количества дизейбла и без БКБ никуда, потому что сбиваются просто каждым героем. Ульта у Бэйна, а еще и Рубик. Такое ощущение, что Бэйн был взят первым, под него только Рубика взяли. Рубик очень любит воровать. Ульта Бэйна, это один из самых легких спл, которые можно своровать. Резерв Тайм. Ну и что, слушай, интересно получилось бы, если расстановка Лайна Вуау, Тим Ликвид Ликантроп на Изи, Бэтрайдер в мид и Фуриончик оба себе забрали на оффлейн. Пуш потенциал был бы просто бешеным. 10 секунд remaining. Да, возможно. Но отбанится Фурион. Сразу. Ппд что-то знает. На, ну, не понравился Фурион. Егэ. Но он действительно вносил, наверное, играл самую полезную роль в прошлой карте у ликвидов. Больше никто полезности не вносил. Такой большой. Ну и Койква действительно очень хорош на этом герое. Банится Сларк. А вот Сларк мне немного непонятен бан. Я не думаю, что Элл Дженисс хотели забирать этого героя. Хотя, с другой стороны, вот, Егэ такая команда, которая не играет через хардкерри. Я не знаю, заметил ли ты или нет, но вот у них все время какая-нибудь Патма... То есть, у них основной хардкерри выполняет роль Артизи. То есть, Нага, СФ, Эмбер Спирит, Морф иногда. Ну, вот это Никс. И куда он отправится? Ну, я так понимаю, что Никс у нас пойдет на оффлейн, Пак пойдет в мид. Эмбер Спирит пойдет фармить в легкую. Либо же Пак пойдет на оффлейн, Никс пойдет в мид. Хотя, против Ликантропа ему там не очень будет стояться. Или же там будет не Ликантроп. Ну, вообще, я думаю, Ликантроп все-таки не медовой. Мне в это не верится. Ну, так... Драгонайт будет медовой. Ну, так, хороший вариант. Немножко подзабыли этого героя, но... Не считая, что он потерял актуальность. Особенно против Эмбер Спирит, который не качается через Гвард, Флейм Гвард, через Фисты и Чейну. Ну, это очень неплохой вариант для Койку. Я убираю наши титры и игра начинается. Что у нас по героям и игрокам? Бульба сыграет на Бэтрайдере Демон, сыграет на Сент-Кинге. У Эйту Секси сыграет на Бэйне. Койква сыграет на ДК. Ну, и ТС, конечно же, сыграет на Ликантропе. А у Эвил Джинесис Артизи играет на Эмбер Спирит. И ППД играет на Тринтие. Мас Мэйсон, вот это для меня удивительно. Сыграет на Паке. Зай сыграет на Рубике. И Юниверс играет на Микси. Вот так вот. И тут же Артизи стоит паузу. Стандартная американская пауза. Шоу-нгем, но у нас по-прежнему знаки вопроса, а не призовой фонд. Ну, я вот так вот покажу. 126 550 долларов собрали уже зрители. И общий призовой, соответственно, 206 550 долларов. Ну, нормально, нормально. Может, до 210 тысяч к план-финалу доберемся. Ну, я думаю, доберемся. У нас завтра огромное количество игр Na'Vi. Школьники с обедов, что ли, будут? Скидывать денежку. С чем ты их так? Они наши любимые зрители, которые пополняют нам призовой фонд. Это их школьниками с обедов. Не слушайте их школьники. Его, точнее. Слушайте Витю. Слушайте Витю. Он с добраторой хотя бы. Откладывайте с обедов и покупайте их билеты. Так. Ну, пак никак не зацепить. Вот пак пойдет в легкую с Рубиком. И ты знаешь, вот эти замудренные даблы от ЕГЭ работают. Не знаю, зачем ДК сейчас зашел на Рошана. Вообще не понимаю. Вдруг там что-то лежит. Да, пошли. Кто-то что-то с другой игры забыл. Возможно. Но... Никса Флейн. Но в целом, интересное решение пака поставить как... Ну, такого не Керри, но у фармящего на Изилейне героя, это... Я такого не видел давно. Если вообще видел. Вот что-то не припомню. Иллюзии забирает у нас Сент Кинг. Сразу одну на разведку с ботинком. Ну, вот апнет он второй, третий левел и пойдет в леса себе фармить даггерок. И лемпы боты сделают. Как вариант. Ну и что тут? Трипл... Флейн Гуард. Не поклонник этой раскачки. Так, у Никса заслипали. На топе. Ага, вот эти спауны решил зафармить у нас Бульба. Бульба имеет третий левел. 700 голды сверх ботинка. И в целом очень... Тоже ранний даггер может появиться. А что у нас у Мейсона? У Мейсона на четвертой минуте 2000 голды. И сейчас, если он зафармит этих двух крипов, у него будет даггер. Вот, осталось катапульту добить. Добивает катапульту и... Покупает себе даггер на четвертой минуте, в тридцатой секунде. Даже не имея шестого левела. Ну, очень помогло. Помог ему этот ферстблат. И скоро пак этот будет выходить кого-то гангать. Так, ну пока подпушивает немножечко линию. Сюда же тпшится сразу Бульба. С транквилами уже решил он получить экспу здесь. Третий левел по-прежнему Бульба. Ну вот, Бульба из тех бэтрайдеров, которые не любят идти через ботинок даггер, предпочитают собрать сначала транквил, потом только покупать даггер. Ну, их решение. Точнее, его решение в данной ситуации. Так, Никасасасин. Четвертый левел имеет, запуливает крипов. Ну, как-то... Как-то не запулил Юниверс, слишком рано он их отвел. И... А вот сейчас... А вот сейчас запулил. Запулил, но только двух крипов. Только... Вообще никого не запулил. Подошли здесь крипы противника. Противник атак Артизи. Артизи, проблемы были. 50 хп у него осталось. Ну, выживает, пашется на базу. И вернется с Реминантом. Возвращается и... Проюзывает чину, не по кому. После этого только проюзывает фисты. Ну, пока... Не очень, начиная от Артизи. Как-то мажется пылами. Так, Зай вышел. Могли быть проблемы у ТК. Но... Вроде все хорошо. Пак, несмотря на то, что у него Дайгер. 500 голды имеют. Все равно никуда не выдвигается. Никто ему не мешает. Решил он еще немного поформить. В целом, имеет на это право. Шестая минута, шестой левел. Дайгер, 600 голды. Очень неплохая статистика. Он ботинка прикупает себе. Решил не продавать... Бренч. Веточку. Не покупать себе. ТП, если что, куда-нибудь. А тем временем... Третий левел Сенкинг. Вместе с Бульбой фармят они лес. Бульба 1000 голды тем временем. У Сенкинга 700. Ну и Бейн, конечно же, не имеет голду вообще. Такой фулл саппорт у нас получается. Бейн. Хотя вот приносит себе тапок ворды. А у ТС уже есть Владимир. Только осталось его принести. ППД внизу. Спокойно фармит... Точнее, пулит крипов. Но вот сейчас не доделал пул. И ППД... Ну что ж это такое? Человек запулил он тем самым... Точнее, запушил он тем самым линию. И сейчас будет... Наверное, ТП-шится Бульба вниз. Чтобы получать... Икс пульчку и... Голду определенную. Хотя вот... Летит он на базу. Без флеймбрейка будет... Точнее, без файрфля... А, флеймбрейка ты... Не тот спелл. С возвращением меня! Да, наконец-то вернулся. Да, я раз 20 щелкал в реконект. Ну, я думал ты в стим перезайдешь. Или это слишком рискованно? Типа три раза щелкал так, потом перезашел еще раз 10 так. Я понял. Радиент покупает себе ДК. В целом у ДК... Дела чуть-чуть похуже, чем у Артизи. Ну, вот я включил сразу... Нетворс. И, да, Артизи опережает совсем чуть-чуть ДК. На первом месте по-прежнему пак. Ну, вот пак у Парабы. Парабы, у него есть ПТ. Что-то надо делать. Кого-то цеплять. Деггер-то есть. Ну, что ж ты никого не хочешь цепануть? Я, судя по всему, опять ушел в астрал. Ушел в астрал? Нет, ну, в целом, если у тебя вообще все плохо, то... Не знаю, может... Домой идти спать. Сейчас еще пару раз попробую и... Пойду домой. Ну, вот Артизи на миде продолжает спокойно фармить. Есть у него брейсер, ботинок. Ну, кстати, не очень много фарма у Артизи. Несмотря на то, что третий Индворс на карте. Ну, вот они с ДК прям... Идут на говногу. Так, что у нас с пак? Пак провязал смоук. Вместе с Зая будут выходить на мид. Ну, тут должен быть фраг 100%. Убивать Койку никто не успеет. Я думаю, ТП шнется. Но вот Койку... А, у Койку есть инвиз в ботле. И поэтому идут на топ. Саппорт. Команды ЕГЭ. И пак. И будут ловить они ТС. Сейчас упадет смоук. В Виндетту зашел также у нас Юниверс. Смоук падает. Вот находят они... Сенкинга отличный... Выкоп. Подкоп, точнее, от Сенкинга. Но ушел он от драки. Не получил он Сайланс. И ганг не удался... У ЕГЭ. Ну, вот в мид они сейчас выйдут. Пак мог, наверное, ульту потратить. Я думаю, вот спанули бы в таком случае... Ребята из ЕГЭ. Ну, а внизу уже Бульба и Way2Sexy. Подфармливают Клипцов. Прыгают на Бульбу. Тут же и Артизи ставится ульта от Пака. Ну, это точный минус. И, скорее всего, еще минус Бейн. Переагривает Пак Слип. Ну, да, это минус 2. Очень-очень агрессивно действует ЕГЭ. Своевременное ТП от Артизи. Своевременное ТП от Мейсона. Ну, и как итог, двое игроков Ликвид в Таверне. Ну, и по Нетворсам вырывается... Активно отрывается уже... По голде у нас Артизи от ДК. За счет одного ассиста и одного килла. Вот ДК, конечно, пока не может особо помогать своей команде. И снова здравствуйте. Да, и снова здравствуйте. Мейсон. Тысяча голды. Падает вышка на ботами. Скопил как раз кемберспирита. И у него косарь уже сверху. Я думаю, барабаны совсем скоро появятся какие-то. Да, должны, наверное, появляться барабаны. И Артизи любит этот артефакт собирать. Так, проблемы могут быть в Миду у ДК. Да, ДК скорее всего отъедет. Но вот ТП-шится он. Пак Сайленс Минус. Очень много ДПС. Очень много ДПС. Ну и ДК сейчас оказывается в нелепой ситуации, когда у него кроме ПТ ничего нет. Кстати, ПТ почему-то был на ловкость. Я не знаю почему. Ну, я думаю, даже бы на силу оно ему не помогло бы. Если бы переключил бы вообще себя сбил бы. Не, ну до еще. Не, ну это да. Ну вот, видимо, он отпевался и тут на него притпшили и начали его бить. Просто растерялся. 4-0. Пока ведут игры. Ну вот ТС очень хорошо фармит. Держится он вот в этой тройке. По топовому Нетворсу. Конечно, все остальные игроки просто невероятно уступают лидерам таблицы. Сайленс запрыгнул на демона. Ну и Бульба пытался запрыгнуть, золососировать Пака, но не пошло. Пак успел сделать эскейп с помощью иллюзори орбы, я так понимаю. Да, да, но инфа уже дана, что у Бульбы есть даггер и можно, и точнее ЕГЭ теперь будут действовать осторожнее. А в это время СС решил забрать под шумок АЕГИС. Вот, прочекают ли эту инфу. Вообще должны прочекать, хотя бы потому, что нет никого на карте сейчас абсолютно из команды Ликвид. И, наверное, стоит как-то на это отреагировать. Да, делает ТП в Миддл Никс. Должен быть смог, пошел смог. Помню, даже барабаны проюзали и очень быстро собираются забороться на Шаваршан. Рошан уже упадет. Падает Рошан, но они уже здесь. Тисетесь, очень быстро погибнет. Поднимают телекинезом, бетрейтер отвалился, падает здесь Ликантроп. Отличный рассказ от демона, как здорово. Задувает здесь Драгон Найт. Че хочет здесь Мэйсона. Мэйсон может погибнуть. Мэйсон пытается уйти. Это минус 3 в исполнении команды Тим Ликвид. Неудачный заход на Рошана. Да, и вот этот вот неожиданный Даггер из Капра, который мы с тобой говорили в начале игры, он появился, он решил эту Драгу. Отлично подкопал у нас демон. Отлично залетел с ультой. И было больно так. У меня какие-то потери пакетов появились. Ну вот вроде и сейчас все вроде нормально должно встать. Я вдавлю стрим. Вроде все должно быть хорошо. Я и так от себя запускаю, ребят. Просто тоже иногда какие-то потери пакетов непонятные происходят у меня. У них вроде немного, так что... Ну как можем, как можем. Да, у нас есть какая-то глобальная проблема с интернетом, я так понял. Варенье два провайдера отвалилось. Она у меня тоже подлая... Ну, на самом деле в игре я не чувствую каких-либо напрягов. И по сайтам тоже, но вот эти... Ну, 20 дропов это немного, просто стрим отключается из-за этого. Почему-то. Они просто пролагивают. Да, странно. Так. На топе будет забираться, наверное, Тауэр. Команды Ликвид. И в Смаке находятся трое игроков. Ликвид, кроме Тисина, вот хотели они забайтить сейчас на Ликантропа, но никто не повелся. Кстати, Ликвид-то уже выигрывает 4000 по XP и 1500 по золоту. Неплохое преимущество для 15-й минуты. Да, и ЕГЭ что-то, что-то подздали немного. Да, вот тот замес, конечно, много решил. Да, Рошан, это больше 1000 в копилку, плюс очень удачная драка. Драгон Найт уже почти БКБ собрал, тысячонки ему не хватает. Соберут БКБ, здесь очень много изменится. Так, тут могут Бульбу найти. Или не найдут Бульбу, нет. Я думаю, здесь никого не найдут, все очень быстро покинули свой лес. Ну и что, ребятки, из ЕГЭ должны, наверное, забирать тогда Тауэр, что ли, если уже собрались пятером на топе. Ну это размен, ты вров будет. Да, пять игроков, Ликвид, находятся внизу, и столько же находятся на топе у ЕГЭ. Гидвадим. Ну, намного быстрее падает Тауэр у Ликвид. Понятное дело, там Хауль, там Драгон Найт, и Ливинг Армор не спасает. Тауэр же почти полностью спушен Тауэр внизу от Ликвид, а ЕГЭ только наполовину пропушен Тауэр. Вот юзается Гриф, вот для сейфтп. Нет, сейфтп не будут, ребята пойдут на Т2, что заставит Тим ЕГЭ сместиться на ботом и пытаться дефать. Никсасасин забирает, да, вот видишь, сразу массовые галлисты ТП на Т3. Кто-то летит на Т2. Пошли Некра, Бэтрайдер. Будет ли запрыгивать? Ну, Бэтрайдер запрыгнул, но там еще не успел вступать. Кажется, у нас ЮНИВЕРС в целом. Был больно Тауру, почти он сломался. Так, пытаться покопать. Демона. Демон. Выкопнулся из Даггера, ушел-то, все хорошо у него. В принципе, по золоту равное количество получилось. Забрали по одному Тауру. Дерево выхилит Т2 свое потихонечку, медленно, но уверенно. Ну, вот пока ликвиды, несмотря на то, что проигрывают на два фрага, чувствуют себя очень даже уверенно. ЮНИВЕРС в Вендетте пытается догнать кошку. Под коп. Здесь же Артизи. Артизи привязывает. Есть ли Драгонформ? Драгонформу нету. Залетает Бэтрайдер. В Карапасе все время простоял. ЮНИВЕРС отходит под Ливинг Армором. Живой. У Бэйна есть Финсгрип. Поэтому лучше не подставляться. Кошку. Опять цепляют. Опять Импейл. Горит. Как же они его замучили. Ну, кстати, если бы три ульты закинул бы сейчас у нас Артизи, то убил бы... И на развороте. Драгонайт флловый. Драгонформ будет через пять секунд. Да, БКБ не хватает соточки буквально. Должны цеплять. Цепляют. Артизи. Ну и Финсгрип ему чешут. Артизи, скорее всего, погиб. Погибает здесь Артизи. Заходит в Юниверс. Отличный. Рут от ППД. Но здесь некому убивать. Банальный Юниверс. Сбивает флеймбрейком. Байбэк от Артизи. Зачем? Только вот, я не знаю, любит Артизи делать байбэки. ППД. Еле живой. Тоже погибает. Артизи. Сейчас получит стан. Подкоп. Ну и что? Да, толку-то. Он здесь, типа, не лезь. Часто прыгнет. Мэйсон, ну прыгай же. Ну, делай хоть что-то. Дримкоил. Мэйсон, минус один. Утиси. Тси тоже проблемы. Тси забирают. Минус в эту сексе. А нет. Принцапом забирает здесь Рубик. Артизи летает. Привязочка, да. Забирайся в кибэйнах. Бегут за ней волки. Буквально под птичечки отстается 26 хп. И он пытается заманцевать Мэйнси. Да, волки теряются в лесу. И выживает здесь Артизи. Хотя, хотя... Нет, ну тут вышка должна забирать. Да, Артизи, конечно. И дает волк, остается 10 хп. Артизи бансил как царь. Ну смотри, и по сути получилось у нас, что байбэк очень неплохой. От Артизи очень долго не было Мэйсона. У него не было тп. Ну просто было бы тп, я думаю, было бы все изначально по-другому. А так он ворвался, ну правда не на фуловых, а уже там на полхп-шных противников. В итоге сделал даблкил. В целом неплохо. Получилось для ЕГЭ. Посмотрю как графики изменились. Чуть-чуть они приподнялись, совсем немножко. Но в целом не сильно проседают пока ЕГЭ. Там 5000 по экспе, 3000 по голде. Это еще не критично. Но вот когда станет большой проблемой или контрол... В чем печаль, в том, что ДК в файте добрался в БКБ. У него 1600 сверху. И вот это может быть печально. Подкапывают Зая. Ну, ливень кармор будет. Зая поднимает телекинезом, уронил. Ну, Зай. Импейл по двоим. Отличный. Пак тут же с Дримкойл. Отси отсюда вряд ли уйдет. Си вгрызаются. Ну и ТС здесь погибает. Да. Это размен 2 в 1. Хороший размен для ЕГЭ. Забирают они опять керри. И ТС это должно не нравиться явно. Потому что им второй раз уже за месяц подряд умирает за последние две минуты. И... Ну, это сильно бьет по экономике. Пак 8600. Ну, вот нету лейта у ребят из ЕГЭ. Нету абсолютно лейта. Да, поэтому им нужно бояться Драгон Найты очень сильно. Который в скором времени станет наносить тьму тьму деймиджа. Как только он получит 16 уровень. Соберет себе какую-нибудь Сию. Вытаскивает ППД. ППД видят. Будет ливень кармор. Подходит сюда принцапом. Забирает его бейн. И килл достается Драгон Найту. Вот это очень печально. Да, вообще ничего не успел у нас сделать товарищ ППД. Просто отъехал. Ну и Артизи в медле. С Персиверенсом опять пойдет в Баттл Фьюри. Правильное решение все-таки от Артизи. Тут очень часто тоже кучка ходят ребята из Liquid. Ну и что, будет стычка? Возможно. Здесь могут цепануть. Хотя нет, не могут цепануть. Финцгриппа тут нет. Ну в безопасности. Так, в смоке. Вот может Бэйна сейчас попробует цепануть. С дайкера кто-нибудь запрыгнет. Попробует его ошарашить немного. Ну вот должен сейчас кто-то уже влетать. Почему не хотят на Бэйна? Ой-ой-ой, это интересно. Зарешает. Что, ТС? Ну, ТС это рандом. Могут найти, могут не найти. Собя всему, находят. Юниверс. Видит. Пак. Запрыгнул. Дримкоил. Минус ТС. Но, я понимаю, это Килл ТС. Это очень круто. Но не стоит забывать про Драгон Найта. У которого уже 2500, он 14 уровня. Да, и ТС уже не ТС представляет из себя большую угрозу. А именно Койква. Ну, а у Эмбер Спирита ничего нет. Пока, да, у него есть, конечно, пресуренц. Но, блин. Этого недостаточно. Ему нужно, как минимум, там, два Battle Fury и Дейдаус. И Battle Fury и Дейдаус хотя бы. Но какой-то дэмэдж, потому что этим он сейчас Драгон Найта не пробьет. Я вообще не знаю, чем его будут в СБКБ убивать. То есть тут полторы тысячи хп и 20 армора. Минус армора никакого в команде нет, абсолютно. Ну, разве что за Хекс пытаться его убить. Ну, за Хекса там еще. Хекс, ну да, до Хекса еще далеко. Ну, блин, что-то придумать можно. Вот видишь, как ТС там разложили. Он, по-моему, ну, даже если бы хотел, не успел бы в ульту войти. Там просто один спал, другой спал, третий спал и все. И Рошанчик сейчас будет падать. Зачекал появление Рошана здесь Робик волками ворованными. Есть ТП, если что, у Артизи. Артизи пытается чуть подпушить топ. Как здесь Катапульта. Ну и должен смещаться в мидл. Должны ребята, в принципе, драться или же отдают Рошана очередного. Похоже, отдают. Да, Рошан падает. И достается нули контрол. Да, пытался, конечно, краденными волками за из-за дунаить. Цепляют Артизи. Юниверс тут же нет. Финсгрипп отличный подкоп по-двоим, но Юниверс отсюда уже не уходит. Засейвил он Артизи этим... Карапасиме, но самому пришлось ему отдаться. Да, третий Некра появляется, у Рубика появляется Дайгер. Пока все плачевно для ЕГЭ, на самом деле, выглядит в перспективе. Да, у ЕГЭ, конечно, огромные проблемы, несмотря на то, что они по счету, в принципе, ведутся, но... А дальше всего один фраг. Денайт с вышкой в Медле с Ант Кингом. На, вот, Артизи, конечно, нужно еще очень много. Есть у него 1800 голды. Прилетит ли кто-то на койку? Койка. Ну, нет. Никакой драки не состоится тут. Да, тут просто Артизи задавил немножко авторитетом. Ну, я думаю, это временно. Хотя нет, волки палят. Волки палят Бэйна. Да, волки очень полезная штука. Вот, закончилось действие краденого спыла у Рубика. Нужно ему воровать этих волков заново. Так, ну и что у нас делает... Да, у Артизи уже есть бродсворд. Вот ему этот спаун зафармить и будет... Пак, кстати, улететь с гриппом. Цепануть ли, цепанули и... Будет ли лассо? Да, есть лассо. Подкоп. Неплохой. Мейсон еще живет. Уходит в шифт. Рассказ от Сан Кинга. Сан Кинг. Зай. Судя по всему, минус Зай. Минус Пак. Ой-ой-ой-ой-ой. Это минус два в исполнении Team Liquid. Да, посыпались у нас чуть-чуть. Ребята из ЕГЭ. Да, там Пак немного переборщил. Зная то, что у Бэйна есть очень классный дизейбл. Почему так подселился непонятным? Заходит просто бакдорить Т1 вышку. Товтори. Некры, волки и ее грызут очень быстро. Будет ли фортификейшн? Не будет фортификейшн, но просто дают ликотропу вышку. И все идет к тому, что, судя по всему, будет 1-1. Да, пока очень близки к этому ликвиды. Но просто вот опять взяли ЕГЭ. Тут такой пик без керри. И в данной ситуации они не смогли загнобить своего противника настолько, чтобы убить на ранних стадиях. Артизи сбивают ТП. Тут же Бэтрайдер в особую честь секунду. Ливинг Армор. Ну, Артизи есть ультимейт. Отлетает немного Бэтрайдер. Цепляют лассо. Ну и загрызают здесь Артизи. Я не знаю, почему он так быкует на самом деле. Он хотел уйти сначала на свой реминант, потом уйти с ТП, но получилось так, что ППД цепляют на ботами. Райзу Рут, ППД уходит в инвиз. Ну, есть ли какая-то просветочка? Через 4 секунды будут Некра. Успевает улететь. Тренд протектор. Ну, там у ДК уже есть Кираса. Ну, сейчас появится. Ну, его вообще не пробьют. Да, ДК станет огромной проблемой. Так, фармит сейчас Эншентов. Есть Мекка Way2Sexy. Я не часто вижу Мекку на Бэйне. Обычно других героев, но тут некому собирать. Хотя мог бы на самом деле собрать кое-кого. Я помню, Фатов в 8 сезоне на лан-финалах собирал все время ДК через Мекку. Выходило это достаточно неплохо. Да, ДК в принципе может играть через Мекку. Ну, все-таки в замесах не особо он будет тратить много Монокосту. Вот, кстати, получает Драгон Найт свой завет на 16 уровне. Третья форма. И сейчас в масс-файтах он будет творить грязь. Да, это абсолютно верно. И ничего не сможет, конечно, с этим сделать Артизи. Всего лишь БФ у него есть. Но это вот так мало. Так мало для того, чтобы убивать противника. Хотя, по сути, по Нетворсу-то отстает совсем немного до 3000. Ну, не совсем немного, а не критически много, но... Нет, 3000 это короткий айтем. Почти. Вообще-то так цепляют у нас на топе юниверс, но юниверс уже никуда отсюда не ведет. Минус 10 по XP, 7500 по галде. Проседает уже EG. Ну, это паута делает рубик, понимаешь, что вряд ли кого-то получится цепануть. А у ППД ничего нового не появляется. Получают на 11 уровне 2 рут. Вот Артизи тоже не особо фармит, я бы сказал. Ну, вот сейчас подфармливает чуть-чуть. Но, опять же, опасный момент. То, что его могут исполнить с гриппом. С грипп его уже не вытащат. И... Да. Именно это и происходит. Я не знаю, почему он так выходит. Вот честно. Да, у него стоит ульт, но тут есть лассо, пинцгриб, дайгерсон кинга подкоп. Ты не из-под чего из этого не уходишь, как ни крути. Потому что, если тебя хотя бы одним из этого подловили, тебя забирают всем остальным. Ну, вообще, да, тут безвыходное положение у... Ну, то есть, разве что не подставляться и фармить, что ли, леса. Ну, тут, на самом деле, ликвиды очень близки к тому, чтобы закончить. Да, они не идут почему-то, хотя имеют огромное преимущество, мне кажется... Ну, у них еще есть 2Т2 тавара, обрати внимание. То есть, это тоже 2 или... С небольшим 1000 золота. Какие-то артефакты саппортиком еще появятся. Керри, если добьют эти товара, тоже что-то получат. У них есть 2 10-секундных БКБ. 3 БКБ. 3 БКБ? У кого еще у Бетрейдера? Нет, у Сенткинга. А, у Сенткинга. И еще Бульбин. БКБ. 4 БКБ у них. 4 БКБ о 10-секундах. Они могут зайти и любой файт провести полностью в иммуне от магии. Да, и... Похоже, ЕГЭ проиграл. Ну, да, 4 БКБ есть, но тут с уверенностью можно сказать, что ЕГЭ уже проиграли эту игру. Ну, вот. Только ликвиды пока не собираются заканчивать. Вот сейчас они по низу пойдут. Снести Т2 Тауэр должны. Ну, вряд ли будут ЕГЭ как-то дефить этот Т2. Ну, очень быстро Т2 отваливаются. ЕГЭ-то, может, конечно, и попытаются его поддефать, но это вряд ли получится. С 4 Мята БКБ. Да, когда 4 БКБ прожмутся, просто ЕГЭ могут сразу до смертей написать ГГВП и пойти готовиться к третьей решающей карте. Он начинает проседать Тауэр. Очень-очень больно Тауэр. Вот. Лигвин Гармор. Отходит немножко. Отходит до следующих хрипов. Или же нет. На Рошана пошли. Ждать Рошана. А до Рошана еще далеко. Рошан появится через 2,5 минуты. Ну, пофармят немного. Может, кому-то на что-то не хватает. Тут только ЕГЭ не хватает артефактов. У Ликвид-то все в достатке. Ну, вот, кстати, Хекс есть у Пака. Не знаю, как-то повлияет. Никак. На 4 БКБ это никак не повлияет. Слишком много людей надо затыкать. А возможности ограничены очень сильно. Я не знаю, как-то должен синициировать Пак. Да. Непонятно. Немножко. Тут и в Эйту Секси, в принципе, до БКБ недолго осталось. Ну, это Секси я не... Да, должен собрать. Ну, для идеальной композиции уже. 5 героев с БКБ. И ульт Омника. Да, но не все еще пока видели, кстати, и БКБ и ЕГЭ. То есть, не видели... Не, он по Синикра первый. Ага. У Бэтрайдера еще не видели они БКБ и у Сент Кинга вроде как. Но вот сейчас... В целом, должны были заметить, потому что тут стоит вард. Ну, и падает последняя Т2-вышка. Тем временем на топе пытается Пак снести тавр и сносит его. Пак его забирает. Уходит с Даггера. Бульба. Ну, нет, не догоняет. Да, Бульба даже не палит. Вот товарищи Мейсона. Ну, вот, я не знаю, растягивают ликвидов. Они могут пойти и закончить просто в лоб. Сейчас уже появится Аегис, но... А, вот возьмут они Рошана и, наверное... Юниверс. Зашел. Виндетти контролит Койку. Ну и что, кто-то подтянется? Да, подбегает. Должны цеплять. Это может быть минус ДК и... Плюс Рошан. Начинают смещаться тоже. Койка. Прожимает БКБ. Драгон форм. Тут же сзади подходит Сан Кинга. Отличный подкоп. Начинает трусить. Ульт от Сан Кинга. Залетает Артизи. Огромные проблемы. Как же много ему бьет ДК. Артизи летает. Минус тренд. Минус Мейсон. Триплкил от Буйбы. Ну и заходит на Рошана. Да, ну и понимаю тоже ИГ, что в принципе они вряд ли что-то могут тут сделать. Должны они это понимать. В третий Рошан падает. Цир забирает себе демон. Ну и по миду, по миду. Минус 3 сделали. Что у нас там по байбекам? Байбеки есть. Но... Стоит ли их делать? Я бы не сказал. Ну вот 40 секунд, я думаю, подождут ребята, чтобы откатились БКБ у Койку и так далее. И завалятся на хайграунд. Нет, мне кажется, мид они его, по крайней мере, разведут на байбеке, а потом уже, может, подождут до БКБшечек и будут сносить дальше. Сейчас с крипами. Некров нету. Там еще фортификейшн есть, поэтому байбеки мы вряд ли увидим. Сейчас подкидывается спамя, вот фортификейшн тут уже остается буквально-таки несколько секунд. Реснуться так. Ну и подождут вот сейчас БКБ. Смог. И на развороте должны цеплять. Да, есть все у всех уже. Да, и надо цеплять Мейсона правильно. Так, Мейсон. Подход не достали. Ну, отойдут теперь, что ли? О, боже. Ухажите, Ликвид. Там еще и бульбы БКБ прожал. Как они боятся. И улетает Драгонайт на ботом. Да. Ну вот зачем, зачем? Ну как? Я просто не знаю, как тут можно выиграть замес ЕГЭ. Вот просто не представляю. Ну да, нету БКБ у Бэтрайдера. Ну и что? У трех других героев оно есть. И что теперь? Боятся потерять одного Бэтрайдера? Извольте, что там еще и Аегис есть. Пять тысяч на руках у Ликантропа, который приобретает себе Башар. Тут же Трэвела покупает себе Бэтрайдер. И... Вторые Некра появляются у Бэйна. На, ну АДК идет в МКБшечку, наверное, у него. Думанет, что там 2500. Вряд ли. Трапира. И кучи твэк. Так, тут подкапывают очень хорошо. Ну а дальше что? Все фловы. Да, всем... Всем пофиг. Толкали Бэйна Форстафом. Хотели, чтобы подцепил Финсгриппом или Слиппом. Но не дотянулся. Заход на хайграунд. Ливинг Армор упадет, я думаю, очень быстро. Тут слишком много крипов под Хаулем. Мы видим, что происходит. Фортификация нет. Тут же трансформа от Драгон Найта. Сносится вышка. Пак. Прыгивает отсюда. МПЛ по-двоему. Ну, ты сейчас потеряет Аегис. Хорошо. Он даже, в принципе, не против. Да, ну надо цеплять дальше-то. Дальше есть БКБ. Да, есть БКБ у пятерых. Точнее, у четверых товарищей. Ну что, они неужели отступят? Не, не отступят. Эти бараки заберут. Лишний бьет. Так, пить здесь ППД. Ну, не БКБ. Видно, что происходит. Тут вообще развал без шансов. Раскасовывается с Анкинс ППД. Так понимаю, после байбэка тоже погибает. Минус сторона. Есть байбэки. Байбэки пытаются здесь подраться. Запрыгивать Мэйсон. Пак. Подхлоп импейл. Тиси. Очень больно. Но здесь вот... Ой, классиксе. Плеймбрейк. Ну, не отходит спокойно. Потеряли только Бэйн. Одного саппорта. Ну и что дальше? Тут проблемы еще определенные у нас у демона. Демон может отъезжать. Демон просто отпрыгивает. Пак сейчас может погибнуть. Вот и Койко может отъехать. Койко утаскивает. Рубик. Койко. Жив. Забирает Никса. Ну, отбились. Отбились ЕГЭ за счет неимоверного количества байбэков, но сторону при этом потеряли. Ну, это ненадолго. Отбились, да. Сейчас воскресятся ликвиды и просто соберутся опять, я думаю. И закончат начатое. Надеюсь, что они это сделают. Ну, тут просто надо купить артефакты, на которые хватает денег. Да. Ну, я не знаю. Вот тут у Артизи Домонедж. Неужели он рапирку купит уже? Типа вабанг пойдет. 2400 голды имеет. Ну, насчет рапирки, конечно, может быть, но... Поможет ли она здесь? В принципе, без БКБ и... Хотя даже с БКБ, там есть Бэйн, который может его легко законтролить. Ну, да. И вот мигают на Артизи, мол, ты чё? Продает боттл. 2900. Ну, сейфовый вариант. Криты нет. Не покупают. Нет, если это будут криты, с критами тут не вытащить, как ни крути. Рапира, может быть. Да еда у вас появляется у Драгон Нейта. Так, и в смоках. В смоках, в поиске врага. Амортизи ломит на топ. Там крипы. ТП с собой есть, правда, у него кулдаун 25 секунд, а надо уже возвращаться. Что-то еще продал, что он продал. Что еще он продал? Я не знаю, что-то ему 300 золота принесло. Боту, может быть? Опять? Два батла, не он. Пормансшилд продал. А, окей. Да, рапира. Рапира у Артизи. Ну, Кура, куда летит? Она с Сакридом? Она с Сакридом? Она летит на базу, потому что делает ТП. Получает он рапиру. Ну, и посмотрим, что сможет сделать с Дивайн рапиром. Запрыгнул Бульба. Нормально так кусок ему оторвало. Здесь Зай очень вовремя украл трансформу. Вообще, да, да, получается, что так. Ну, и отходит. Так, прыгают на бойку. Ну, ему не очень больно с рапирой прямо. Ну, зато остальным больно. Спирает мысль на Артизи. Пролетелся. Ну, минус пак. У пака байбека, я так понимаю, нет. Да, он делал в прошлом файте. Две с половиной минут еще не будет. Ну, а ликвид-то что? Ждут триповки. Ликвид-то не знаю чего. Но, на самом деле, все тут фуловые. Есть и трансформу Ликантропа, и БКБ, и Абузал Блейд. Смог покупает Артизи. Не знаю, правда, зачем. Ну, вот, даже крипов не убивают Артизи с ударов. Ну, потому что там в два раза меньше дэмэджа у нас. Вот. Ну, и заход на Тавр. Грызует очень быстро, поднимает койку, подтащили. Толку в этом, в принципе, никакого. Койку фуловый. Скирасы, слишком много армора. Подкоп подвоем. ТС, а что ему могут сделать? Бэтрайдер запрыгнул, вытаскивает Артизи. Тут же рут от ПТД. Ну, и минус Артизи. Дропает он Рапиру. И, наверное, кто ее там забирает, ГГ пишет Артизи. Да, забрал ее еще или контрол. Да, и нас ждет третья карта. Третья решающая карта. Напоминаем, что это гранд-финал американского дивизиона Старладера. Победитель отправляется в Киев, где он встретится с еще семью претендентами за крупную сумму. Там 200 тысяч. 205 тысяч уже. Ну, услышимся через несколько минут. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доброго времени суток Да, ну что ж, мы возвращаемся уже сегодня последний раз В рамках турнира, в рамках дивизиона американского StarLadder Играют она с Evil Genius и Team Liquid Счёт 1-1 И, собственно, смотрим за игрой Ну как, пик, неправильно Что ж, у нас в ЕГР решили пойти немного по суровой тропе И забирает Nagu-Сирену Да, ну eh двух nigстр수� gli дроз ma itis Да, ну Liquid'ы первые две игры банили bize. Theba reman League В первой стадии банов Но вот сейчас они предпочли забанить Тембер Спирита и Дарксира, ну а Эвол Джениуса забанили Инвокера или Контропа, и Наги забирают себе ещё Мирану, ну а Ликвид забирают Кентавра и Сент-Кинга. Понравилось им с Сент-Кингом играть, видимо. Ну вообще, вот, да, я думаю, Мейсон на подмену, в принципе, вот опять весь расчёт они делают на Нагу, то есть на мидера. И я так подозреваю, если Мейсон будет играть на подмене больше, каких-либо керри не будет взятым. Ну, пока провальной Наги у Артизи не было, если я не ошибаюсь. Да, я тоже не видел у Артизи. Но вообще, вот Артизи как раз показал нам эту Нагу в миду, и пока действительно у него получается неплохо. Хотя, если посмотреть на Эмбер Спирита, то до предыдущей игры тоже провалов не было. Пять секунд, продолжаем. Вот, если я сделаю так, Артизи плеер в матче... Так, не конкретно поэтому. Турниру, ну-ка, сейчас посмотрим. Не входит даже в пятёрку самых часто изобильных героев у Артизи. Это Нага. Не знаю, не знаю, как сейчас проявят себя вот Тинкер. Кое-кому любит играть на этом персонажем. Очень даже. Кстати, Нага Сирена может спать небольшие проблемы. Встанет на лайне против Тинкера, будет он лазером мешать ласт хитить, придётся что-то с Рептайдом мутить нон-стоп. Ну, вообще, да, да. Могут быть проблемы у... Наги с теми же иллюзиями. Будут умирать они от машинок постоянно. Ну, вот. Вопрос в том, как будет себя чувствовать конечно же Артизи на миде, потому что это... На него должны... Обращать внимание ликвиды в первую очередь. К тому же, это ещё и Нага Сирена. Рубик третьим героем отправляется Evil Geniuses. Неплохой выбор. Ну, уже Зай показывал нам Рубика в прошлой карте. В принципе, получилось-то и неплохо, но выиграть-то не выиграли. Винить за это, конечно, Зай, нельзя. Да, там виной было тому, что нечем было противопоставить против Драгон Найта, плюс таких сильных керри, как Ликантроп, Драгон Найт и так далее. Это всё слишком толстовато для... имберспи...